Неужели Сони и Дисней возьмут и убьют еще одного паука? Алчность. Вот что губит людей. А мы не должны терять времени и создать нового Человека-паука. Нет, такой уже был. Тогда самого нового Человека-паука. Но вообще, чтобы создать самого лучшего Человека-паука, можно воспользоваться некой хитростью. И, впрочем, этого достаточно. Главное, это грамотно соединить. Ну, не беспокойтесь, я профессионал в этом деле. Можете мне довериться. У него будто косоглазие. А, ну да, просто у нас пауки в разные стороны смотрят. Думаю, второй глаз исправит положение. Ну, а в общем, этот глаз уже лучше сюда вписывается. Не все потеряно. Ах да, нужно немного подправить. Ну, я же говорил, что я профессионал. Правда, он теперь похож на грозного глаза Грюма. Но это пока... Да, я же только начал. У нас еще есть Гарфилд. Нет, не этот. Ну, тот, который по соображениям совести. Ну, вот этот, да. Вот он. Что вам больше всего в нем нравится? Мне тоже нос. Поэтому единогласным решением берем его. Кажется, я столкнулся с проблемой. Он не очень-то сюда клеится. Хотите сказать, что фотография выбрана неудачно? Да не. Вы ничего не понимаете. Сейчас этот нос встанет как влитой. Ну, или почти. Просто ему нужно добавить тот же оттенок, что и у всего лица. Ну, или наоборот, все лицо довести до оттенка носа. Ладно, сойдет. Но одного носа как-то мало. Вон еще какие у Андрея Гарфилда брови есть. Ну, теперь они будут у нашего паука. Че-то наш Андрей какой-то проблемный. Плохо стыкуются его органы на наше творение. Короче, черт с ними с бровями, это будут усы. Красивые французские усики. Ну, это, конечно, хорошо, но и про Тоби забывать не надо. А возьмем-ка у него подбородок. А почему бы и нет? Почему бы и нет? Самое главное, чтобы он еще хорошо сюда встал. Ну, короче, сейчас заретушируем и будет ок. Че, пока не очень похоже на идеального паука. Ну, потому что уши нужно поменять. Ну, сорян, мужик, сегодня ты на расхват. Че-то какой-то Кайлорен на минималках получается. Ну, нужно немного уменьшить одно ухо. Я все-таки хочу красиво сделать. Ну, вы че? Вот, и подкорректировать еще немного. У нас там, кстати, еще Андрюшка заскучал. Ну, у нас, в принципе, только губы остались. И поэтому их и возьмем. Ну, согласитесь, так лучше. Ну, будем считать, что вы согласились. А вообще, лучшим подтверждением вашего согласия будет лайк. Ну, давайте. Я жду. Ладно, пофиг, продолжим. Вот такой Человек-паук у нас получился. Но это еще не все. Я хочу его поместить в какую-нибудь крутую позу. Сейчас мы вместе с вами поищем подходящую. Так, так, так. Вот это прям топовое. Даже для постера нашего нового фильма подойдет. Кстати, неплохая идея так-то. В общем, нам нужно лицо нашего Питера Пакера поместить на эту картинку. Ну, не совсем оно, конечно, сюда подходит. Но можно что-нибудь придумать. Лицо ему удлинить, что ли? Ну, не, как-то тупо смотрится. Лучше здесь тело дорисовать. Будем считать, я все исправил. Но все равно что-то не то. Ах да, там же огонь сзади. Нужно добавить свет от огня, который будет падать на лицо нашего Питера. Вот вы бы пошли на фильм с таким человеком в главной роли? Нет? Ну, просто нет нормального постера. Прям из этой картинки и сделаем, как я и хотел. Самый новый Человек-паук. Достойное название. Вот прям под ним нужно поместить надписи. Еще, правда, над дизайном надписи нужно поработать. Ну, думаю, красной линии на фоне будет достаточно. Четко. Марвел. Марвел, возьмите меня на работу! Еще на постерах обычно есть какие-то надписи ниже названия. Но они настолько мелкие, что я даже понятия не имею, что там может быть написано. Напишите в комментариях, если знаете. Для общего антуража нам как раз такие и нужны. Ну, я не знаю, что писать. Один фиг этого никто не увидит. Так, теперь нужно сделать удобоваримый шрифт. Мне лень что-то новое придумывать. Просто размножу одну фразу, вставлю наугад какие-нибудь букв туда. И, в принципе, все. Теперь обрежем все лишнее. И примерно так. Какая-то дурацкая полоска у нас образовалась наверху. Ну, ничего. Можно поместить туда имена актеров нашего фильма про Человек-паука. Тоби МакГарфилд. Так его и будут звать. Думаю, достойное имя. И ни с кем не спутаешь. То один Том, другой Гарфилд. Так, второе имя Эндрю Холланд. А третье, а третье... Ну, короче, и кто-то еще. Я не придумал третье имя. И так уже лучше, чем отлично. Впрочем, вот такой у нас получился Человек-паук. Обязательно покупайте билеты. Смотрите фильм. Делитесь мнением в комментариях. Ну и по классике. С вас лайк и подписка. Иначе он найдет вас. До следующих роликов. Субтитры сделал DimaTorzok